Любая большая цель требует времени. Например, для достижения одной цели вам может понадобиться год, а для другой – десять. Это те цели, к которым вы идете день за днем, шаг за шагом. Но не только эти дела заполняют ваш день. Есть еще так называемая рутина. Это небольшие, не столь важные в стратегическом плане дела, но тем не менее без них не обойтись. Вы же не можете оказаться в вакууме и отключить все другие сферы жизни, пока вы не достигнете своей цели. Как найти баланс и не заводить себе вечной спешкой? Вот три важные рекомендации, которые проверены на практике. Первое. Когда вы что-то делаете, всецело сосредоточитесь на этом. Неважно, это шаг вашей цели или рутинное дело. Многие, делая что-то из неважных дел, постоянно доводят себя мыслями о том, что в это время они могли бы делать то, что необходимо для достижения большой цели. Действительно могли бы, тогда делайте. А если нет, то сосредоточьтесь на том, что делаете в данный момент. Так вы сможете быстрее закончить с рутиной и заняться тем, что ведет к вашей цели. Изводить себя упреками – самое непродуктивное в этой ситуации. Так вы все равно ничего не меняете в лучшую сторону. А только зря снижаете свою самооценку и портите настрой. Второе. Максимально делегируйте то, что можно делегировать. Третье. Не нужно бежать там, где бежать не нужно. Двигайтесь в правильном темпе, как это делают марафонцы. Самое главное – двигайтесь. Каждый день. Обязательно делайте каждый день то, что приближает вас к вашей цели. Важна регулярность и достаточный объем, а не трудовые подвиги, которые ведут к нервным срывам. Самое главное – понимать, что все, что вы делаете в жизни, должно вести к одной главной цели – быть счастливым и каждый день жить с радостью. Продолжение следует...